Особое мнение на 101FM Пожалуйста, пока вопросов нет Мы начнем с нашими вопросами Я, конечно, гостя нашего спрошу Как изменился его график работы и жизни В связи с теми мерами по самоизоляции Которые приняты в нашем регионе У меня не особо изменился график За исключением, наверное, того, что я стал Попозже вставать и попозже приезжать на работу Но, тем не менее, я продолжаю работать Сотрудников своих я отправил в отпуск Отдуваюсь Я считаю, что это, по большому счету, все-таки отпуск Если работодатель оплачивает нерабочие дни Скажем так То действующее законодательство определяет подобное время Безусловно, как отпуск дополнительный Естественно, моя работа от этого не прекратилась Хотя, конечно, с учетом того, что и выходная неделя И самоизоляция, и государственные органы В основном посетители не пускают судебные заседания Не проходят Работы стало поменьше, но она есть Больше писанина Понятно Больше бумажной работы Ян Евгеньевич, вы сказали Оплаченные нерабочие дни Это фактически отпуск И я правильно понимаю, что у очень многих работодателей возник этот вопрос То есть, когда Владимир Путин объявлял эту неделю нерабочей С сохранением заработной платы Очень многие, в том числе из наших экспертов Говорили, мы не понимаем Как мы будем платить зарплату людям, которые не работают Ну, смотрите, Аня На самом деле, здесь ситуация с точки зрения закона Она достаточно простая Другой вопрос, что мало кто будет решать эту ситуацию Именно как предписывает закон Владимир Владимирович Путин своим указом Распоряжением, своей волей нормы Трудового кодекса Отменить просто не может Поэтому его обещание устроить всем выходные оплачиваемые Можно было запросто игнорировать В этой части, если работник не приходит на работу Не выполняет трудовую функцию Ни одна норма действующего права Не может заставить работодателя Оплачивать подобного рода бездеятельность Я правильно понимаю, что это вопрос взаимных договоренностей? Фактически, да Между работником и его нанимателем Фактически, да Я своим девочкам за эту неделю, безусловно, зарплату выплатил Я считаю, что мои работники страдать не должны От нынешней ситуации Но далеко не каждый предприниматель, далеко не каждая фирма Может позволить себе нести столь существенные расходы Более того, обращу ваше внимание Что фактически Владимир Владимирович Прекомендовал Всем работодателям Произвести подобного рода выплаты И, как ни странно, подобные выплаты Облагаются налогами И государство, помимо того, что пытается Возложить на частный бизнес Решение тех проблем Которые относятся к компетенции Прежде всего государственной власти Еще и неплохо зарабатывает на этом Почему? Потому что из тех 100 рублей, которые я заплачу своим работникам За вот эту неделю отдыха 42 рубля Условные 42 рубля получит государство В виде налога на доходы физических лиц Отчисления во всевозможные фонды И прочее, прочее Понятно, что меня эта ситуация не особо радует Не особо радует Я, слава богу, могу себе это позволить Но я прекрасно понимаю о том, что крупные предприятия У которых работников не 4, 5, как у меня, например Не 10 и даже не 100 Да А огромное количество, которое исчисляется тысячами Столкнутся с весьма-весьма большими затруднениями И здесь вот те меры, которые предлагает Предложил Владимир Владимирович В своем указе, в своем выступлении Мне представляются явно недостаточными Тем более, что пока государство не спешит Никоим образом как-то слова президента Трансформировать в какие-то подзаконные акты Мы видим о том, что Госдума в успешном порядке Ужесточила ответственность за несоблюдение Противокарантинных мероприятий Вот-вот Что ужесточает соответственность предприятий Предпринимателей, рядовых граждан Но тем не менее, те меры поддержки Которые нам были обещаны с телеэкрана В словах Владимира Владимировича Путина Ну пока так и остаются просто пожеланиями Если карантин будет продлен И мы получим неожиданно продление Вот этой недели отдыха На вторую, например, неделю Либо даже еще больше Получается, что убытки работодателей вырастут кратно И мне бы, честно говоря, представлялось крайне разумным Чтобы достаточно оперативно государство эту проблему решило А вот смотрите, вы сказали слово карантин А вообще-то официальные структуры наши Они этого слова стараются избегать Ну безусловно И есть, кстати говоря, мнение такое Что введение именно карантина Официально, юридически так названного в стране Оно бы повлекло за собой Ну некую обязанность государства Как раз компенсировать Ну уж если не убытки предпринимателям и бизнесу То хотя бы часть зарплаты людям Это так или не так? Ну примерно так С точки зрения закона У нас есть такое понятие, как чрезвычайная ситуация Чрезвычайная ситуация может вызываться Различными природными, техногенными явлениями И вспышка эпидемии Эпидемии, да Пандемии и прочее Запросто в подобного рода определения укладываются И то, что в настоящий момент Наши власти изобретают Различные определения Которые зачастую Ни одной нормой закона Не регламентируются И в законе вообще не содержатся Ну как раз я считаю Что это попытка избежать той ответственности Которая так-то государству была бы свойственна То есть при чрезвычайной ситуации Если вводится такой режим официально Государство должно на себя взять что-то Претензии могут быть Конечно Могут быть, если государство объявляет Чрезвычайную ситуацию Те убытки, которые Понесут участник рынка Могут быть переадресованы В том числе и органам власти Которые подобного рода решения приняли Не говоря уже о том, что Фактически Введение режима ЧАЭС В автоматическом режиме Означают наличие форс-мажорных обстоятельств Которые исключают ответственность Предпринимателей, предприятий По рядом своих обязательств В части, например Не выплата зарплаты? В том числе Значит Нарушение каких-то гражданско-правовых обязательств Неисполнение нарушения сроков Исполнения договоров И прочие вещи Слушайте, вот у меня есть ряд клиентов Строительных компаний Которые в настоящий момент Вынуждены Все равно продолжать работать И при этом Они несут дополнительные убытки Из-за того, что Им предстоит рассчитываться С своими работниками Хотя вроде бы так-то Выходной объявлен Нерабочая неделя Они просто не могут остановить Процесс Почему? Потому что бетон, простите Если не залить всю форму бетоном То он, простите Схватится И весь объем работ Который был выполнен Следует только выбросить Это крайне сомнительная ситуация Точно так же Ужасная абсолютно ситуация По всем предприятиям Розничной торговли Я не удивлюсь Что по прошествию Какого-то времени Количество Участников рынка Сильно сократится Это мы про непродовольственную розницу Сейчас говорим Ну да, ну да Продовольственные, слава богу В основной своей массе Продолжают работать И обеспечивают граждан Продуктами первой необходимости А вот что касается Именно непродовольственных сегментов Ну тут, конечно Проблемы будут большие Ян Чеботарев Юрист в нашей студии Мы сейчас делаем перерыв На полминуты И вернемся снова И как раз про те убытки поговорим Особое мнение На 101FM Ян Чеботарев В нашей студии Юрист Мы продолжаем Те убытки Которые несут Несут сейчас Магазины розничной торговли Непродовольственная розница Прежде всего Вот, кстати О закрытии Так скажем Да, этих магазинов Постановление о том Что на территории Кировской области Вводится режим самоизоляции Было принято На совещании В пятницу Это была вторая половина дня Насколько я понимаю Около 4-5 часов Собственно говоря Был опубликован этот документ И я как раз в это время Звонила в несколько магазинов Это магазины Которые торгуют Стройтоварами Стройматериалами И спрашивала их Планируют ли они работать В выходные Потому что мне показалось Что люди в преддверии Недели С непонятным статусом Да Когда им надо будет сидеть дома Может быть захотели бы Что-то полезное дома сделать И возможно строительные магазины Это как раз То место Куда они поедут Ну а в чем смысл Тогда самоизоляции Если уж у нас На самом деле Под этим Соусом Принимаются Безусловно Карантинные меры Естественно Здесь Следовало Принять решение Об ограничении Времени работы Всех Предприятий Розничной торговли Общественного питания И прочее В этой части Шаги абсолютно разумные Разумные Я не спорю Вопрос в информировании Вопрос в том Что большинство Этих организаций Не только строительных Но и всех остальных Не очень понимали Могут они открываться В субботу или нет Кто-то открылся Кто-то открылся В том-то и дело Кто-то открылся И тут же закрылся Через какое-то время Непродолжительное Либо закрыли Либо закрыли Да Совершенно верно И Насколько я понимаю Эта путаница Она возникла Из-за некого списка Минпромторгов В котором в качестве товаров В первой необходимости Были упомянуты Электротовары И сантехизделия И компьютерные комплектующие И компьютерные комплектующие И мобильные телефоны И чего там только не было И причем было оговорено И С учетом всех возможных Уточнений По состоянию на сегодня До сих пор Подобного рода оговорка есть Что Если предприятие Торгует Хотя бы Одним видом Товаров Которые в этом перечне Указаны Они могут торговать И любыми другими Товарами В том числе И которые не содержатся В указанных списках Но это на самом деле Список Список ужесточили Там сейчас Соль, мыло и спички Что называется То есть Хозяйственные товары Детские соски Пустышки Бензин И что-то там еще Аня Мы же с вами Перед эфиром И спички Посмеялись О том что Фактически Исходя из подобного рода Документа Если предприятие На кассе Реализует Спички Это означает Что внутри Самого магазина Оно Может торговать Всем чем угодно Не говоря уже о том Что ну можно Ведь даже на На вывеску Либо в стенд На рекламную афишу На витрину Поместить любой товар Который входит В этот перечень И торговать Опять же Всем Чем только вздумается С точки зрения Юридической техники Данный документ Ну он абсолютно Смешной И очень сырой Его следует Воспринимать Ну именно Как курьез Правовой Именно может быть Именно исходя Из этого И Не всегда Подобного рода Документы Исполняются Ровно в том смысле В котором Написано В них Написано одно Подразумевается Другое Исполняется Третье Формально Еще раз С точки зрения Списка Минпромторга Никаких оснований Закрывать Любые магазины Любых Ассортиментных рядов В том случае Если В этом магазине Реализуется Хоть что-то Например Коробка спичек Либо брикет соли Либо мыло Либо памперс Либо еще что-то Просто не было И тем не менее Указание Соответствующее Было спущено И Органы правопорядка За этим следили Достаточно жестко И следят сейчас Следят сейчас Ходят с инспекциями Приходят Говорят Вы понимаете Что вы нарушаете Постановление Составляют некие документы И Дают сигнал В Роспотребнадзор У меня вот вопрос Те магазины Которые Все-таки Не прислушались К режиму самоизоляции Да и не ушли В самоизоляцию Есть такие Могут ли Каким-то образом Оспорить потом Некие карательные меры Которые будут К ним применены Или нет Ну на самом деле Подобного рода Перспективы есть И я бы считал Что это перспективы По большому счету Блестящие Другой вопрос В том что Далеко не каждый Предприниматель Возьмет на себя Риск Ссорится И предъявляет Соответствующие Требования Государства Хотя на мой взгляд Если государство Своим распоряжением Если правительство Кировской области Пусть даже В интересах Неопределенного Круга лиц Запретило Работу Конкретных Предприятий Общественного питания Магазинов И прочее Претендовать На какую-то Компенсацию Тех убытков На возмещение Этих убытков Предприниматель Может И на мой взгляд Должен Какой он иначе Он предприниматель Его фактически Принудительно Закрыли Он теряет деньги Он не может Исполнять Взятые на себя Обязательства Он несет убытки Это функция Государства Много будет Таких предпринимателей В Кирове Я думаю Не много Но кто-нибудь будет То есть Вы прогнозируете Что кто-то Все-таки Отважится Вступить В конфронтации Я во всяком случае Подобного рода Переговоры С двумя своими Клиентами Уже веду Ага Понятно Ян Чеботарев Нашей студии Юрист И мы продолжаем Я хотела вас Еще спросить По тем мерам Самоизоляции Которые предписаны Для граждан Ну вы видели Наверное Да Там С недавнего Фактически Времени Да Получается Со вчерашнего дня Все-таки Самоизоляция Более строгая В нашем регионе Да Теперь предписано Не покидать Место проживания В том числе Людям Молодого возраста Да Рекомендован Я бы так сказал Да И сейчас Буквально час назад Губернатор Игорь Васильев В нашей студии Подтвердил Что никаких штрафов И жестких Каких-то там Приводов Куда-то в полицию Такого не будет Конечно В отношении граждан Разрешено ездить На личном автотранспорте Да Самое главное Все-таки Там Да Это Меры по охране здоровья То есть это прежде всего Сознательность И ответственность Ну наверное Да Рассчитывать На сознательность Наших граждан Это Конечно Вещь благая А вы не верите В нее Слушайте Я сегодня Видел Как Детки Играют На Внутридворовой Детской площадке Рядом стоят Мамы И с интересом За этим Наблюдают Не один ребенок И не два Не один Не два Безусловно Сознательные граждане есть Но тем не менее Каждый для себя Решение принимает Самостоятельно На мой взгляд Если в любом Нормативном акте Который Предписывает Человека Совершить Какие-то действия Либо воздержаться От каких-то действий Не предусмотрена Ответственность За Несоблюдение Данного документа Либо данного порядка Ну это просто фейк Это всего лишь Рекомендация И если губернатор Говорит о том Что Мы взываем К сознательности Граждан Ну это означает Что проблема Не столь Велика Как ее нам Пытаются Преподнести Если бы Простите Наши власти Всерьез Были бы Заинтересованы В Строгих Карантинных Мероприятиях То ответственность Была бы Достаточно жесткая И За Нерадивыми Родителями Которые Во время Фактически Пандемии Прогуливают Своих детей Вместе С другими Детками И рядом Кошечки Собачки Бегают Ну Какие-то Меры Ответственности К ним Были бы Точно Были Применены Но Вы же Видели На федеральном Уровне То что Предлагается Там Какие-то Прям очень Жесткие Штрафы Для граждан И для Юридических Лиц Если Например По вине Юрлица Какого-то Который Не соблюдает Карантинные Требования И мероприятия Кто-то Там Заболеет То По-моему До миллиона Рублей Ответственности Тут тоже Определенное Лукавство Присутствует Как определить Что человек Подхватил Эту болячку Именно потому Что Какое-то Юридическое Лицо Не закрылось Например Или там Какой-то Гражданин Не самоизолировался Как определить От кого Конкретно Прилетел Тот самый Вирус Который В итоге Вызвал Заболевание Это нереально Просто Поэтому Я вижу На самом деле Что наши власти Эти драконовские Цифры Они больше Для устрашения Людей Получаются Наши власти Как я считаю Пребывают В некоторой Растерянности И в настоящий момент Никакой четкой Программы По борьбе С этой болячкой Вот я считаю Просто пока Не выработаны И не приняты Какой-то Набор действий Власти Предпринимают Но он Бессистемен Каждый регион Еще действует На свой страх Фактически Да Ну да Мы все видели Я вот Обратил внимание На сайте Новой газеты Какие меры В Чеченской Республике Принимаются Не сторонник Сразу говорю Силком Граждан С улиц выгонять Но какое-то Здравое зерно Здесь есть Если исключить Определенные перегибы Связанные с Размахиванием Полипропиленовыми трубами Все остальное Было бы Наверное Правильно Даже То есть Просто загонять По домам Ну Вы видели Что в Индии происходит Ну Про Индию Да Я слышала Ну Нечто похожее Но если гражданин Сам не понимает Для чего Это делается Что государство Не только О его здоровье Заботится Но о здоровье Неограниченным Круголиз Надо вести Разъяснительную работу И я бы Честно говоря Здесь не удивился И более того Считал бы Что это правильно было Чтобы у нас Росгвардия Например Подключилась И ходили по улицам И сначала Объясняли Гражданам О том Что им не надо Лишнее время Находиться На открытом воздухе Либо Собираться Больше двух Трех Четырех Пяти И прочая вещь Может быть Даже Задавали Какие-то вопросы Для каких целей Они здесь находятся Пришли ли на работу Как можно быть уверенным В том Что человек Правду говорит В этот момент Он скажет Я иду в аптеку Прекрасно Попросить паспорт Попросить паспорт И указать человеку О том Что ближайшая К его дому аптека Находится В противоположной стороне Немножко Да Немножко Не здесь Человеку свойственно Простите Говорить неправду Если человек Хочет просто погулять При том Что в настоящий момент Существует Действительно Большой риск Подхватить Подобного рода Болячку И Повредить Собственному здоровью Что было бы Еще полбеды Еще повредить здоровье Окружающих И близких С этим надо бороться Я пока Системы Мер По Нераспространению Эпидемии Пока не вижу Действительно Масса людей Считают О том Что они От государства Получили Неделю Оплачиваемого Отпуска И ведут Они себя Соответствующим Образом Погода Погода Не благоприятствует Шашлыкам Конечно Но Если бы Было Более Тепло Я бы Не удивился Если бы Люди Хлынули В парки Между прочим В выходные Пока не было Снега Были сообщения О том Что в Порошино Очень много Людей Вот Вот Пожалуйста И что Наши власти Собственно Говоря Предпринимают Для того Чтобы не допустить Подобного Рода Несознательные Действия Наших Граждан Но пока Объясняет Пока только Объясняет А тогда В чем Смысл Борьбы С эпидемией В чем Смысл Ведения Этих Карантинных Мероприятий Если мы Просто Где-то Видим Нарушителя И пытаемся Его Просто Объяснить Ну хорошо Подошел Сотрудник Объяснил Ему То есть Вы все-таки За жесткие Меры Какие-то Если будет Продлен Карантин Так называемый Карантин Самоизоляция Да это он и есть Если у нас Этот карантин Ввели Он кстати У нас даже На сайте Правительства Кировской области Именно как Карантина Называется Если этот Карантин Ввели Будьте Любезны Тогда Обеспечивать Всей силой Государственного Принуждения Соблюдение Этих Карантин Я отлично Не хочу Чтобы у меня Семья Заболела Я сам Где-то Работаю Но мне Этот закон Позволяет Работать Мое предприятие Не занимается Розничной Торговлей Я Своих Работников Отправил По домам Сам Тихонько Работаю Делаю Те дела Которые Вы самоизолировались В офисе Ну фактически Ян Чеботарев Нашей студией Мы сейчас сделаем Перерыв на рекламу И вернемся У нас еще Несколько тем Впереди Особое мнение На 101 ФМ Это особое мнение Яна Чеботарева Юриста Мы продолжаем Еще хотела Поговорить О воздействии Коронавируса На бизнес В той его части Которая касается Мир поддержки Но мы видим Сейчас На региональном уровне На федеральном уровне Какое-то количество Заявлений О том Где будут Отсрочки Где будет Значит там Мораторий На что-то Ян Евгеньевич Даже в лице Изменился Сейчас Вы как оцениваете То что было Озвучено К настоящему моменту Эти меры Спасут Малый и средний Бизнес Ну нет Думаю что Подобного рода Меры В виде каких-то Отсрочек Рассрочек И прочее И прочее Никоим образом Малый бизнес Не спасут Почему Малый бизнес Зарабатывает На открытом рынке Какая для Предпринимателя Разница Ну вот Владимир Владимирович Повыступал И сказал О том Что хорошо Вот у кого Есть сложности С уплатой Кредитов Мы попробуем Как-то Рассрочить Эти кредиты Если есть Какие-то сложности С уплатой Налогов Мы дадим вам Отсрочку Рассрочку На 6 месяцев Слушайте Я каждый месяц Плачу налоги Если я не буду Иметь возможности Платить налоги Ежемесячно Государство Мне говорит Хорошо Ты 6 месяцев Не плати Потом сразу За все 6 месяцев Все и отдашь А где гарантия Что простите Я за эти 6 месяцев Сумею Накопить Накопить Сумею восстановить Потерянный товар Оборот Трафик клиентов И прочее Никакой гарантии нет Единственная Из тех мер поддержки Которые продекларировал Господин Путин Но которые пока Остаются Всего-навсего Словами Сказанными С Экрана телевизора Это Отчасти Снижение Выплат В фонды А Это уже Госдума Между прочим Одобрила Прекрасно Вообще Очень хорошо Начинает Мера действовать С сегодняшнего дня Прекрасно Вот это Хоть какая-то Мы имеем ввиду Снижение с 30 до 15 Это хоть какое-то Послабление Для работодателя Сейчас я буду платить Не 42 Процента В отчислении С фонда Оплаты труда А 27 Да А поменьше Спасибо огромное Еще бы хотелось понять Как долго Эта мера будет действовать И не повысит ли Эту ставку Спустя например Там 3-4 месяца Но это так-то Кот наплакал Почему Потому что В объеме Платежей В общем объеме Проблем финансовых Которые несет предприятие Снижение Двухкратные Ставки Уплаты В фонд С 30 В государственной собственности Как раз были предложения Это очень небольшая Вести воратория Ну хорошо Коммерческие площади Конечно Основные площади Основные площади Которые задействованы В оказании услуг Населению Это все-таки Площади Которые находятся В частной собственности И государство Ну никак не может Предписать Собственнику Помещение Освободить Своего арендатора От уплаты Аренной платы Так подождите Предписать не может А рекомендовать Рекомендовать Чихал я Простите На такие рекомендации А попробовать Как-то договориться Вот Вот это Правильный подход И причем Здравое зерно Здесь безусловно есть Какое А во всем мире Уже притумано до нас Государство Берет Нас с вами Налоги Для того Чтобы В критических Каких-то ситуациях Оказывать нам поддержку По-моему Если Не прав Поправьте меня В Соединенных Штатах Какие-то выплаты Пострадавшим Предпринимателям И предприятиям Производятся Во всей Европе Безусловно Во всей Европе Производятся Даже в Москве Производятся А у нас нет Вот как так Я понимаю Что сравнивать Москву и Кировскую область Это весьма странно На мой взгляд Все-таки Москва Это Хотя бы С точки зрения Конституции Все еще Россия И Российской Федерации Почему Тогда Не задействовать Средства Этого же Фонда Социального Страхования О котором Я говорил Средства Фонда Национального Благосостояния Для того Чтобы оказать Какую-то Поддержку Пострадавшим Предприятиям Определить Перечень Составить Список Этих Пострадавших Это элементарно Если человек Например Добровольно Закрыл Собственный Магазин Можно Просто Исходя Из площади Этого Магазина Который Был Закрыт Вычислить Примерную Сумму Которую Человек Потерял Предприниматель И компенсировать Эту сумму Пусть даже Не полностью Вы думаете Пойдет На такие Миры Государства Уверен Что не пойдет Это мое же Мнение Я говорю Что это было бы Правильно На мой взгляд Тем более Что этот путь Принят Всеми Цивилизованными Странами Во всем Мире Россия Изобретает Как всегда Свой особый Путь То есть Меня откровенно Злит Бесит И раздражает То что Государство Пытается Переложить Решение Тех задач Которые Должно Решать Само И за свой Счет На плечи Опять же Граждан Своих Я плачу Налоги Хоть Хоть Чем-то Мне Помогите Слушайте Вот лично Мне Даром Эта помощь Не нужна Я выживу Как-нибудь Но я вижу Например Проблемы Своих Клиентов Я им могу Посочувствовать Безусловно Меня бог Пас Заниматься Рочной Торговлей И прочая Вещь Но как Они будут Выживать Я не уверен А предприятия Общественного Питания Я вообще Считаю Что даже Когда эта Проблема С вирусом Кончится Рынок Придет в нормальное Состояние Очень-очень И очень Нескоро И у нас Будет Потому что А. Люди будут бояться И Б. У людей Не будет денег Безусловно Безусловно То что Сейчас Магазины Закрыты Простают В течение Недели То что Уже на протяжении Нескольких Недель Снижается Трафик Покупателей Во всех Торговых Центрах Люди Начинают Экономить Деньги И В результате Мы будем Иметь Я уверен Просто Многократное Падение Экономики Сокращение Числа рабочих Мест Рост безработицы Сокращение Реальных доходов Населения И Без Какой-то Поддержки Государства Здесь будет Выжить Очень тяжело Так Подождите А я правильно Понимаю Что мы Ведь еще В итоге Будем И Падение Налогооблагаемой Базы Иметь Что называется Да То есть У нас же Те налоги Которые платятся Здесь Их не так Много Которые остаются В бюджете То есть Если предприятие Не отчисляет НДФЛ За сотрудника Который Не работает И которому Не платится Зарплата Или предприятие Просто закрывается Бюджет Теряет деньги Ну безусловно Бюджет Деньги теряет Но в самом начале Нашей передачи Я вам привел Достаточно простой Пример О том Что бюджет Не любит Терять деньги И даже С вот этих Выплат За неделю Дополнительного Отпуска Государства Ухитрилось Как-то 42% 42% 42 рубля Со 100 рублей Все-таки взять И точно так же Здесь И напомню вам Этот же Владимир Владимирович Путин Сказал о том Что помимо Эмпирических Каких-то льгот Которые тихонечко Начинают Слава богу Реализовываться У нас увеличивается В частности Количество налогов Которые будут взиматься Да бог с ним С этими Двумя процентами Которые платят Иностранные инвесторы Меня больше заботит То что сейчас Государство Будет Собирать НДФЛ С процентного дохода По вкладам Если они превышают Миллион рублей Вот Слушайте Миллион рублей В России Господи Это не деньги уже Слушайте Вот у меня вопрос Почему было сделано Это заявление И почему оно было сделано Вот в это время Потому что на самом деле Мало того Оно не было конкретизировано Никак Да И за тот Непродолжительный Перед времени С момента Речи Путина И до следующего дня Пока Минфин Федеральный Не конкретизировал Что все это будет Взиматься со следующего года Говорят Огромное количество Россиян Просто ломанулось В банке Снимать свои деньги Со счетов И правильно сделали И вообще Честно говоря Держать деньги в рублях Я лично бы никому Не советовал Уже давно Правильно сделали И Я могу сделать Для себя Вывод только один Но на самом деле Пресс-служба Владимир Владимировича Путина Откровенно Не дорабатывает В столь Проблемное И тяжелое время Которое Сейчас Имеет место быть В России Разбавлять Обещания Помощи Вот подобного рода Мерами Которые коснутся Любого Практически Человека Ну может быть Не любого Нам Владимир Путин Скажет всего 1% Но опять же Это неверная Недостоверная информация Мы понимаем конечно Что огромное количество Пенсионеров Откладывают Гробовые деньги Все практически хранятся Есть огромное количество Пенсионеров В Москве Которые может быть Продавали свое жилье И там возможно Даже и не миллион Держит а больше Для Москвы Миллион это вообще Недельный запас Люди копили всю жизнь Люди положили эти деньги Потому что увеличена Гарантированная сумма Как я понимаю АСВ И не взимался Как раз Налог С тех копеечных процентов Которые так Наши банки выплачивают Да мы можем прогнозировать Что будет теперь То есть со следующего года Этот процент нам обещают Уже я так понимаю Решение принято Все Граждане безусловно Поснимают Позакрывают Свои счета Выведут какую-то часть Денег С счетов банков Фактически Это будет означать Что ликвидность банков Будет сокращаться Возможности кредитования Для банков Будут сокращаться В банковском рынке Наметится Очередной передел Ключевых позиций И только те банки Которые сумеют Оперировать государственными Деньгами Будут в этой ситуации Выживать Может быть Может быть Наше государство Как раз рассчитывало Что испугав Подобного рода Процентами Налогами Население Оно заставит Население Снимать деньги Которые лежат Мертвым грузом На счетах банков И начать их тратить Да Ввести их в экономику Да Чтобы оживить ее Да Опять же Опять же Вот Я не сторонник Теории Загоров Но Я лично вижу Только одно На протяжении Уже многих лет Государство Регулярно Пытается Решать Свои проблемы Деньгами Налогоплательщика Деньгами Простого гражданина Который Не имеет доступа К Ресурсам Государства Информационным Резервам И прочие вещи Не исключаю Что подобного рода Оговорка Была сделана Специально Для того Чтобы граждане Поняли Что их деньги Находятся под угрозой И что в этом случае У нас делается У нас граждане Снимают деньги В любой кризисной ситуации Бегут покупать Телевизоры Запасаться гречкой Где-то покупать Ценные бумаги Может быть Какие-то квартиры Обратите внимание Все это делается На эмоциях То есть люди переплачивают Обычно На росте рынка Обратите внимание Риэлторы В Кировской области Говорят о том Что наметился Устойчивый рост Рынка недвижимости То есть люди Последние понесли Похоже Похоже Не исключаю этого Во всяком случае Но сейчас Наша с вами задача В любом разе Состоит только в одном Чтобы пережить Это тяжелое время С минимальными потерями Для собственного здоровья И здоровья своих близких И сохранить возможность Жить в нормальной стране И зарабатывать Для себя И для своих близких У меня еще Такой вопрос Скажите пожалуйста Ну вот прогнозы Сейчас разные Конечно звучат По уровню Скажем так Увеличения Преступности Там да Усиление Каких-то Таких негативных явлений Будет увеличиваться Я видел уже там Новости о том Что где-то Раскупили Извините Бейсбольные биты И огнестрел Да Кто видимо Мог это сделать И говорят Что это не только На федеральном уровне И не только в Москве Но в том числе И в Кирове Ну это нормально Безусловно Экономика Штука весьма простая И подчиняется Весьма несложным законам Если Человек Теряет работу А количество Безработных Будет только Увеличиваться С учетом того Что малый Средний бизнес Схлопывается Ну как он будет Зарабатывать деньги На жизнь себя Безусловно Кто-то будет Искать другую работу А кто-то Простите Сбитый Пойдет По подвороте Ну или будет Защищаться От тех Кто пойдет По подвороте Возможно Возможно и такое То есть вы Не исключаете Что будет рост Каких-то Я более того Я уверен С 2008 года В Москве Тогда предупреждали Что возможно Это все Рост уличной преступности Я уверен Что рост уличной преступности Будет Он воспоследует И связано Это будет Прежде всего С теми проблемами Которые на рынке труда У нас проявятся В ближайшее время В связи с теми убытками Которые несет Малый, средний Даже крупный бизнес За исключением Олигархов Наверное Еще такой вопрос У нас остается В минуту Буквально Хотела вас спросить Все-таки Раз уж мы заговорили Про рынок труда После того Как все это закончится После того Как предприятия Начнут открываться И не очень Может быть зарабатывать Мы можем прогнозировать Ситуацию с зарплатами Конечно можем Уверенно Сокращаться будут Будут снижаться зарплаты Безусловно То есть Будет большое количество Чем больше конкуренция На рынке труда Тем за меньшую сумму Люди готовы Свой труд продавать С учетом того Что у нас сейчас И так Простите Доллар летит вверх Рубль катится вниз С учетом того Что проблемы Связанные с коронавирусом Я не вижу пока Что государство Пытается как-то Поддержать Бизнесменов Это приведет Безусловно К тому Что зарплаты Будут снижаться Это рынок В общем всем нам Видимо надо затягивать Пояса К сожалению Как это не печально Ян Чеботарев Юрист был в нашей студии Программа Особое мнение На этом завершается Мы не прекращаем работу Мы на этой неделе Работаем В таком немножко Формате light Сидим дома Все сидят дома По возможности Соблюдая Вот эти вот Самоизоляционные меры Призываем вас Тоже делать самое Спасибо До свидания До свидания Особое мнение На 101FM